Оп, оп. И опять дамка. Эти дамки сейчас натворят дела. Да. Раз. Съел. Так. Сейчас только уход под бой. Да всё, всё, я уже перекрыл тебе всё. Да. Евгений Пашкин радуется как ребёнок. Он в который раз обыгрывает соперника, между прочим, инженера-программиста, сотрудника учреждения. Для Евгения это не просто победа, это возможность заявить о себе, поднять свою самооценку. А ещё, добавят медики, игровая терапия – хороший способ снять напряжение, тревогу, страх, эмоциональный стресс. Ой, красивый, красивый какой, смотри. Ещё вот сюда нарисуем, давай. А ну-ка, давай юбочку сюда будем рисовать. Арт-терапия наряду с игровой разновидность профессиональной реабилитации позволяет выпустить на свободу подавляемые чувства, сосредоточиться на своём внутреннем мире. Терапия трудовая развивает концентрацию внимания, отвлекает от болезненных переживаний. Спортивная, направленная на эмоциональную и физическую разгрузки. Программа реабилитации у каждого пациента индивидуальная. Мы, обсуждая в профессиональном сообществе, говорим о том, что эти люди никогда не сделают горе. Это наши цветочки. И за этими цветочками просто нужен особенный уход. Особенный уход особенным людям обеспечивают 80 человек. Это, как говорят в учреждении, золотой состав. Дежурство посменное. На этаж медсестра и два санитара. Недостаточно. Нужно как минимум в два раза больше. Срочно требуются специалисты по реабилитации и соцработе. Терапевт и психиатр. Но желающих ехать в отдалёнку нет. И главный камень преткновения в этом вопросе – жильё. Как руководитель я, конечно, буду с ходатайством выходить на администрацию главы. То есть всё будет зависеть от этой главы. Как он не подпишет, не подпишет нам. Есть этот жилой фонд в муниципалитете. Пусть приезжают, пусть работают. Мы всегда рады новым жителям села Алла-Курти. Ждём. В планах администрации – изыскать средства и привести квартиры в порядок. После зимнего ЧП 2012 года многие требуют замены сантехники. Но и время поджимает. В интернате сегодня на завершающей стадии ремонт – приёмно-карантинного отделения. После в учреждение поступит ещё порядка 80 пациентов. Психоневрологический интернат в Алла-Курти рассчитан на 155 человек. Слово «койко-мест» здесь не говорят. На полную мощность учреждения заработают уже в следующем году. Глобальная стройка продолжается и в апатитах, после завершения которой, как предполагают в Министерстве труда и социального развития, проблемы очередности предоставления мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля в регионе полностью решится. Из Алла-Курти Елена Сивонин и Алексей Набокин. Вести Мурман.